Казахстан 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 Дашавкат После новогодних праздников Количество заразившихся медленно Но верно растет За минувшие сутки Коронавирус диагностировали У 742 Казахстан То есть четверо с этой болезнью справиться не смогли Что касается коронавирусной пневмонии Тут цифры гораздо ниже Воспаление легких выявили у 29 человек По суточному приросту Заразившихся лидирует Нурсултан 114 человек здесь Следом идет Атравовская область, которая, напомню, оказалась снова в красной зоне. Тут список больных пополнили 101 человек, а замкнул тройку лидеров Алматы с показателем 94 инфицированных. Большое спасибо, Ярнур Дожанов был с нами на прямой связи. В Узбекистане 1188 человек приняли участие в испытаниях китайской вакцины от коронавируса ZF-2001. Сейчас проходит третья фаза испытаний препарата. Как сообщили в Министерстве инноваций Узбекистана, не все добровольцы получают вакцину, часть из них получают плацебо. Ранее сообщалось, что компания Жифей при содействии посольству Узбекистана в Китай доставила в страну 6000 тестовых вакцин. Для клинических испытаний отобраны 5000 добровольцев. Тем временем граждан Кыргызстана разрешили проголосовать на выборах президента в странах, где введен жесткий локдаун из-за нового штамма коронавируса. Об этом заявил замминистра иностранных дел Азиз Мадмаров. Выборы, напомню, пройдут в это воскресенье. Кыргызстанцы смогут проголосовать не только в Великобритании, но и в других странах, где ввели жесткий карантин. Между тем, Кыргызстан и Иран пытаются возобновить прямые авиарейсы между двумя странами. По словам посла Ирана в Кыргызстане Саида Харази, несмотря на негативные последствия коронавируса, приложено много усилий, чтобы отношения между двумя странами имели позитивную и приемлемую тенденцию. Харази также отметил, что в прошлом году Иран, несмотря на санкции и экономическое ограничение, отправил в Кыргызстан две партии гуманитарного груза с медикаментами и медицинским оборудованием на борьбу с пандемией. Китай отказался впускать на свою территорию расследовательскую миссию Всемирной Организации Здравоохранения. Декабрь стал месяцем с самым большим числом жертв коронавируса в мире, а Евросоюз планирует две трети своего населения привить вакцины компании Pfizer. Все это происходит на фоне распространения нового, более заразного штамма коронавируса. Его выявили уже в 46 странах о ситуации в мире Акрам Абдукахор. Самой громкой новостью этого дня стал отказ Китая принимать экспертов Всемирной Организации Здравоохранения. Согласно предварительным договоренностям с Пекином, миссия ученых-эпидемиологов, вирусологов и экспертов по общественному здравоохранению должны были попасть в Ухань. Специалисты в течение шести недель планировали там собрать анализы у людей и животных, чтобы установить происхождение коронавируса и то, как именно он передался от животного к человеку. Мы повторяем снова и снова, только наука сможет победить этот вирус. Только сплоченная работа ученых поможет нам достичь результатов. Нам необходимо отбросить политику и дать возможность ученым заняться своей работой, чтобы потом они смогли дать нам полезные ответы. Переговоры руководства Всемирной Организации Здравоохранения с властями Китая о допуске экспертов в эту страну шли с момента обнаружения коронавируса в Ухане. В декабре ВОЗ объявили, что миссия, состоящая из десяти ученых, начнет работу в январе следующего года. Накануне первые два члена этой миссии выехали в Китай. Однако одного из них отправили обратно, а второй до сих пор находится в третьей стране. Причину отказа в Пекине не комментируют. В связи со сложившейся ситуацией глава ВОЗ заявил, что он очень огорчен. «Когда я беседовал с высокопоставленными китайскими чиновниками, я еще раз дал понять, что эта миссия приоритетна для ВОЗ и международной группы. Меня заверили, что Китай ускоряет внутренние процедуры для скорейшего прибытия группы. Мы стремимся приступить к расследованию как можно скорее». Тем временем сайт-агрегатор, отслеживающий статистику развития пандемии коронавируса, назвал декабрь месяцем самым большим числом жертв COVID-19 в мире. Согласно подсчетам, в последнем месяце 2020-го от коронавируса в мире скончалось примерно 350 тысяч инфицированных. Месяцем ранее этот показатель не превышал 270 тысяч. Такой резкий скачок смертности, по мнению экспертов, обусловлен прежде всего резким ростом числа заразившихся. На этот день всего в мире зафиксировано примерно 1,9 млн жертв коронавируса. Между тем, британский и более заразный штамм коронавируса выявили уже в 46 странах. На фоне его стремительного распространения Евросоюз начал переговоры об удвоении поставок вакцины компании Pfizer. По данным издания Bloomberg, если сделка состоится, количества препарата хватит, чтобы привить две трети населения ЕС. К другим темам. В Кыргызстане силовые структуры переходят на усиленный режим несения службы перед президентскими выборами. В стране закрыли всеоружейные магазины, а медики скорой помощи обзавелись касками на случай беспорядков. Об этих и других предвыборных мерах безопасности расскажет Карина Христова. Первыми в стране на усиленный вариант несения службы перевели сотрудников Госкомитета нацбезопасности. Там пообещали особый упор сделать на борьбу с провокаторами, которые могли бы попытаться сорвать выборы. Кроме того, в спецслужбе заверили, что проследят за безопасностью на границах. Совместно с правоохранительными органами и пограничной службой проводится фильтрационная работа въезда-выезда граждан в целях выявления членов террористических и религиозно-экстремистских организаций, а также в приграничных районах по недопущению конфликтных ситуаций. На два дня позже, с ближайшей пятницы, на усиление перейдет и МВД. В сам день выборов в стране на службу выйдут 11 тысяч милиционеров, добрую половину из которых отправят охранять порядок на избирательных участках. В министерстве заявили, что готовы и к возможным митингам после голосования. Заверили, что в отличие от октябрьских событий, на этот раз руководство никуда не сбежит. И пообещали, что силой разгонять демонстрации не будут. Целую силу не будем применять, но, наверное, я уверен и надеюсь, народ поддержит, чтобы и горожан тоже не допустить. Вместе мы обеспечим безопасность и не допустим дестаблицации. Хотя в МВД надеются на сознательность жителей Бишкека, в генштабе заранее подготовились к беспорядкам. Еще месяц назад силовики провели учения по разгону демонстрантов. По условному сценарию военным нужно было подавить протесты и задержать самых активных участников. С чем они, конечно, справились. А потом гордо поделились видео с маневров в своих соцсетях. Опасаются обострения ситуации и врачи. Во время столкновений после октябрьских выборов одному фельдшеру камнем пробили голову. Еще несколько медиков избили. К нынешнему голосованию бишкекская скорая решила подготовиться основательнее. Месяца три назад кто-то так качественно кидался камнями, что мы решили обзавестись белыми касками на все бригады. Для того, чтобы обеспечить безопасность в Кыргызстане, вспомнили еще одну предвыборную традицию. Заранее закрывать всеоружейные магазины. Сейчас в стране под запретом продажа охотничьего оружия и боеприпасов к нему. Введенные несколько недель назад ограничения снимут только после голосования. Чего ожидать в дни выборов в Кыргызстане? Об этом мы поговорим с экспертом по безопасности международным отношениям. К нам в эфир по скайпу присоединяется Талатбек Масадыков. Господин Масадыков, здравствуйте. Власти Кыргызстана, в частности, глава ГКМБ, заявил недавно, что в стране ожидаются провокации. Он даже знает, кто их готовит, но имена не сообщил. А вы как думаете, реальны ли эти провокации в стране? Я считаю, что всегда в период предвыборной ситуации, поствыборной ситуации, особенно в таких странах, как у нас, жизнь показала, что именно кампания по выборам заканчивается или начинается разного рода протестными явлениями, которые перерастают в то, что называется беспорядки и дестабилизация. Поэтому силовые структуры страны, естественно, должны быть повышенное внимание, повышенная готовность ко всякого рода вещам. Но мне бы хотелось в первую очередь сказать, потому что на сегодняшний день эти выборы очень, вы знаете, непонятные с моей точки зрения. Они вызвали очень много вопросов, как у нас в стране, так и в нашем регионе и в международном сообществе. Поэтому, вы знаете, такое вот напряжение между претендентами или группой претендентов и теми, кто сегодня считается новая политическая власть, которая пришла, новая политическая группа, которая пришла к власти, очень накалена обстановка. Поэтому мне хотелось бы посоветовать, наверное, всем политическим силам воздержаться от каких-либо провокаций со всех сторон. Но в первую очередь, конечно, государственные структуры, которые обязаны наводить порядок в стране, они должны воздерживаться от применения каких-либо незвешенных таких вот активных действий в отношении там людей, которые будут выражать, наверное, будут выражать свое несогласие с тем, что происходит в стране. А как вы думаете, а кто может готовить, по вашему мнению, эти провокации на этот раз? Вы знаете, провокации могут готовить любые политические силы, в первую очередь. Давайте вот этот вопрос безопасности, связанный с предстоящими выборами, можно разделить на две части. Первое – это внешние игроки, которые поставили задачи, и у них в повестке дня дестальбизация не только Кыргызстана, но и всего Центрально-Азиатского региона, это одно. И второе – это внутри страны есть у нас политические силы, которые не согласны с тем, что происходит у нас в стране, начиная вот с 4 октября прошлого года уже. Понимаете? Поэтому провокации могут быть начаты как внутренними нашими игроками, так, политическими силами, так и внешними игроками. Поэтому, как никогда, силовые структуры, их руководители, Совет Безопасности и те, кто, в принципе, предназначены органы государственной структуры наводить порядок в стране и обеспечивать безопасность населению, народу Кыргызстана, они должны быть начеку. Вот в Кыргызстане после выборов нередко происходят госперевороты, там, например, и октябрьские события. Есть ли почва для повторения подобного сценария вот в этих президентских выборах? Я думаю, есть почва, есть в действительности. Такие возможности стоят и риски большие, но очень надеюсь на здравый смысл, как политических деятелей, которые объединились или поддерживают того или иного кандидата в президенты. Включая, скажем так, на сегодняшний день, говорят, главного претендента, который, политическая группа, и вот про Садыра Джапарова ведется здесь, группа, которая пришла к власти сегодня. Поэтому, я думаю, они все должны думать, что страна, стабильность в стране и единство страны, это намного важнее, чем вот эти вот внутренние перепалки и борьба за место в стране, за кресло в этой стране. Ну вот вы как раз упомянули Садыра Джапарова, его фигура тоже вызывает вопросы. Многие считают, что он идет на выборы незаконно, использует административный ресурс, поставил своих родственников и друзей на государственные посты. Вот не станет ли это причиной для недовольства после выборов такого большого масштаба? Конечно, это тоже может, однозначно, это может сгетонировать, и вот такие вот необдуманные шаги нынешнего руководства могут натолкнуть людей на необдуманные шаги с их стороны. Поэтому изначально, вот с самого 5-6 числа октября прошлого года до сегодняшнего дня, нынешним новым руководством сделано очень много ошибок. И пока я не имею в виду тех действий и решительности нового руководства исправить те ошибки, которые были совершены. То есть назначение на посты идет так же, как это было раньше. То есть кадровая политика, она не поменялась пока. Хотя Садыр Джапаров обещает, что после выборов, если он придет к власти, будет избран народом, то он наведет порядок и сформирует абсолютно новое и не такое, не по старым принципам технократическое правительство из технократов. Об этом он говорит. Но пока действия и вот те решения, которые они принимают, они говорят об обратном. Поэтому это вызывает недовольство среди населения и среди тех, кто поддерживает других кандидатов в президент. Ваша мысль понятна. Талабек Масадыков, эксперт по безопасности международного отношения, был у нас в эфире. Вам большое спасибо. Всего доброго и до свидания. Смотрите далее в нашей программе. Власти Таджикистана снова ввели лимит на потребление электроэнергии в сельской местности. Госэнергохолдинг объясняет это нехваткой гидроэнергоресурсов. Как переживают таджикистанцы суровые зимние морозы. Расскажем в нашем репортаже. Мы сделали запасы, так как знаем, что зимой, как бы мы не хотели обратного, все равно будут проблемы с подачей электроэнергии. Поэтому каждый год, несмотря ни на что, я закупаю уголь. Более ста человек осудили в Беларуси в связи с протестами после президентских выборов. Такие данные приводит правозащитный центр «Весна». Они называют эти уголовные дела политическими. Всего же за 2020-й были задержаны более 30 тысяч человек. Белорусы выходят на протесты с требованием отставки Лукашенко уже пять месяцев. Накануне вечером задержания в Минске продолжились. Люди собирались у себя во дворах. По данным правозащитников, были задержаны не менее 18 человек. В милиции говорят, что отделение доставили более 10. Журналисты отмечают, что на одном из видео неизвестно угрожает протестующим пистолетом. Затем он бьет ногой одного из демонстрантов. В итоге силовики задержат пострадавшего. Сегодня утром родные нашли его в больнице скорой помощи. Вчерашние события в Минске осудила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. В Беларуси сейчас одни и те же люди отдают приказы бить и задерживать людей в их собственных дворах и планируют собрания, которые называют все белорусскими и народными. Очевидно, что тот, кто позволяет себе бить белоруса, не имеет никакого права представлять его интересы. Мы не перевернем никакую страницу после того, как в родных районах нам угрожают оружием. Конгресс-центр, дворец совещаний, правительственная трибуна, отель Аркадак. Это неполный список объектов в Туркменистане, которые были возведены в 2020 году. Несмотря на тяжелое экономическое положение, руководство страны тратит миллиарды долларов на помпезные строки. К такому выводу пришли в редакции издания «Туркмен Ньюз» после изучения документов французской строительной компании «Буик». Согласно годовому отчету одного из главных подрядчиков правительства Туркменистана, компания по итогам прошлого года освоила в этой стране примерно миллиард 300 миллионов долларов. Возведение объектов идет не только в Ашхабаде. Власти Туркменистана продолжают строительство нового города на малой родине президента в Ахалской области. Город, рассчитанный на 70 тысяч жителей, сдадут в следующем году. Его строительство обойдется бюджету почти в полтора миллиарда долларов. В прошлом году Гурбангулы Бердамухамедов на одном заседании рассказал, что в Туркменистане строится примерно 2500 объектов на 37 миллиардов. По данным «Туркмен Ньюз», власти воздерживаются от публикации более подробных смет. Делается это, чтобы не раздражать население, которое сейчас переживает тяжелейший экономический кризис. На севере Таджикистана в Худжанде неизвестные расписали тротуары и стены близ городского рынка антиправительственными лозунгами. Видео сейчас распространяется в таджикистанских сегментах соцсетей. Запрещенный в Таджикистане оппозиционный ресурс «Ислог.нет» уточняет, что надписи появились прямо напротив особняка бывшего председателя области Косима Рахбара. Сейчас он курирует вопросы развития регионов в комитете при президенте. Лозунг содержит призыв уйти в отставку президента Эммамалия Рахмона, положить конец жестокости и угнетению, а также предупреждение о скорой революции. Накануне в социальных сетях появилось еще одно видео. Оппозиционный сайт сообщает, что в ролике показана улица Шарк в Худженте. На кадрах видно, как стена и тротуар, которые были расписаны антиправительственными лозунгами, уже замазана свежей серой краской. Отмечу, написание политических лозунгов в общественных местах в Таджикистане практикуется нечасто, власти жестко борются с такими проявлениями народного творчества. В Таджикистане в очередной раз ввели лимит на потребление электроэнергии для населения в сельской местности. И это в зимние морозы. Электричество в стране все еще является основным источником тепла в домах таджикистанцев. В ноябре и декабре прошлого года в сельской местности подавали электроэнергию также лимитировано. Но тогда в государственном энергохолдинге «Монополист» и «Барки Тоджик» заявляли, что сделано это было не из-за нехватки света, а из-за ремонтных работ. Рассказывает Аншир Ванарипов. Негматулу Нарзулоев еще осенью сделал запас дров, угля и коровьего кизяка. Зимой для приготовления пищи, хлеба и обогрева дома он использует только такое топливо. Так, говорит мужчина, поступают все в его поселки. Электричество используют для освещения в доме. Слишком уж опасно полагаться на бесперебойную подачу электроэнергии и переводить хозяйство на нее, считает Негматулу. То трансформатор сгорит, то напряжение все низкое, а сейчас вообще лимит ввели. Чугунная печь и уголь, по его словам, надежнее. Мы сделали запасы, так как знаем, что зимой, как бы мы не хотели обратного, все равно будут проблемы с подачей электроэнергии. Поэтому каждый год, несмотря ни на что, я закупаю уголь. Установку чугунных печей в комнатах могут позволить себе далеко не все. Дело не в цене. Такой обогреватель не поставить в многоквартирном и многоэтажном доме. И хотя власти и обещали, что лимит будет действовать только там, где нет многоэтажек, в поселке Наврус, состоящем из многоквартирных домов, свет все же отключают. Местные жители жалуются, что всего лишь за час без электропитания в их бетонных панельных домах становится невыносимо холодно. За окном 10-ти градусные морозы, к которым таджикистанцы не привыкли. Я слышал объявление, и там было сказано, что не отключат многоэтажные дома. В нашем поселке все дома четырех-пятиэтажные. А со скольки этажей они считаются многоэтажками? Выше пяти этажей или больше десяти? Мне непонятно. Объявление о лимите на потребление электроэнергии в стране было опубликовано не заранее, а в день, когда ввели ограничения. Так что таджикистанцы даже не могли физически подготовиться к ночному блэкауту. Электропитание отключают ежедневно с 11 вечера до 6 утра. Согласно заявлениям руководства госэнергохолдинга Барки Тоджик, из-за морозов произошло снижение запасов воды в реке Вахш, вдоль которой расположены основные ГЭС страны. И воды до весны может не хватить. В настоящее время сложилась серьезная ситуация. Есть вероятность, что до весны может не хватить водных ресурсов. В связи с этим необходимо некоторое время ограничить подачу электроэнергии в стране. В тех местах, где нет многоэтажных домов, есть возможность использования других источников тепла. По словам бывшего директора госэнергохолдинга Барки Тоджик Бахрома Сироджева, ситуация действительно непростая, но вполне ожидаемая и прогнозируемая. Подобные погодные изменения происходят с определенной периодичностью, но подготовиться к ним практически невозможно. Альтернативы электроэнергии нет. С 32-го года ведется статистика по маловодию и выведена закономерность, что в среднем раз в пять лет бывает такое маловодие. Но альтернатив мало. Уголь везде использовать мы не можем, а газа нет. Сколько времени продлится энерголимит в Таджикистане, неизвестно. Скорее всего, пока не станет теплее, считают в госхолдинге. Власти страны уже прекратили экспорт электроэнергии за границу и призывают население экономить ее, говорится в сообщении компании. Такие же призывы делались в ноябре прошлого года, когда в сельской местности отключали электроэнергию. Но тогда в Барке Тоджик не признавали наличие проблемы с водой. Говорили, что ведутся ремонтные работы на линиях. Ануш Рвонарипов, Носим Исамов, Таджикистан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного канала «Настоящее время» в Ютубе. Ну а мы встретимся с вами завтра в это же время. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Неподалеку от города Мукачево, окруженный густым лесом, стоит непривычные формы объект с позывным «Шибко». Когда им говорят, что это действующий объект, они очень удивляются. Это радиолокационная станция, много лет прослужившая частью западного щита СССР, выявлявшего вражеские баллистические ракеты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова